Кто лучше из пептидов? Я скажу, лучше ничего из пептидов, если вы не видели какой-либо продукт, выпускаемый крупными французскими брендами, компаниями, значит не было никаких изучений. Не стоит быть подобытными, ну так скажем, на себе испытывать. Я бы не рекомендовал, каждый, я уже говорил, все зависит от цели, решили быть министром Олимпия, может быть разный исход. А вообще вот есть гормоны, есть подмет, исследования, вала, понятно все, понятно на что влияет, что повышается, на что может повлиять, какое он бывает. То есть никаких проблем нет с использованием препаратов, все изучено просто до нельзя. На самом деле я, честно, откровенно скажу, я использовал пептиды, такие как мионатан для загара. Да, да? Исследован, не исследован, это уже другой вопрос, но он работает. Но у ряда людей усиливается пигментация кожи, проявляются пигментные пятна, либо появляются новые родинки. Что мне кажется не очень хорошо. Да, да, вот есть такие моменты, это первый момент, самый ощутимый, это... Как-то помягче сказать. Стояк? Стояк жесткий. Говорение мягкое жестко. Причем бесконтрольный, где угодно, везде, особенно если высокие дозировки, это стояк. У женщин тоже, по-моему, как-то проявляется. Влияет на либидо. Желание там просто дикое. Так что женщины аккуратнее, можете бесконтрольно на кого-нибудь нападать, и мужчинам тоже. Это, да, такой вот эффект. Загар, да, классный, но у некоторых действительно. Я раза три доходил до полной черноты, и когда уже родинки настолько были явно выражены, блин, прекращал. Следующий, GF-P6, GF-P2. Был опыт, но я не могу сказать, что я прям вот понял, что они прям так работают. Я себя не мог заставить все равно ими заставить кушать их как бы для аппетита, да. Многие говорят, да, желудок становится как бездомная бочка. На GF-P6, GF-P2. Ну вот здесь тоже как бы... Я пробовал там какую-то механику, какой-то фрагмент, бег МГФ, МГФ. Фрагмент она имеет? Вот. Ноль. Ну не могу я сказать, что мне что-то это дало. И сейчас у меня нету пептида. Я единственное, что для загара, да. Реклама есть, отзывы есть, все. Но это ничего не проверено, не доказано, да. То есть как бы на свой страх и риск. Вот. И желательно, конечно, ну какие-то бренды, может быть, более ответственные. Вот. Поэтому в этом плане с пептидами все вот. На свой страх и риск. Знаете, еще так вот опытные люди говорят, если у тебя есть гормон, ну в разумных пределах, то никакие пептиды тебе не нужны. Вот. Вот это вот точно. И мало того, опять же, ну буду, стараюсь быть честным. Да, мы продаем гормоны, самостоятельно с нами бренд. Но надо ли вам 10 единиц? Я, скорее всего, никому здесь не надо. 2-3, терапевтическая дозировка, лечебная, условно, для улучшения качества жизни. Будет. Это будет эффективно. Не верьте, нам говорят, что меньше десятки не работает. И минимум 3 месяца. Ни хрена. Да, он работает, только вы вели. 5 единиц. Потому что он 6 часов в качестве полураспада. Я думаю, для таких вот прям лютых, вот все, кто здесь есть лютые ткачки, пятерки за глаза. Я вот делаю пятерку. Я записываю видео по поводу 20 единиц, к чему меня это привело. Поджелудочная чуть ли не встала полностью. Живот начал распирать. Не от того, что от еды, от того, что еда останавливалась. Перестатика кишечника ухудшается. Это вот пузо гормонов. Что-то растет, ничего не растет у вас. А вот перестатика просто перестает двигаться пища. И просто тупо еда вся там. Это не, как это, физиологически не происходит никакого роста от гормонов. Есть, да, уплотнение там хрящевых тканей. Это годами. Посмотрите на филхита. Вы что, видите монстр с какой-то вот такой челюстью? Ну вы же не видите культуристов монстров. Единственное, что мы видим, это сухое лицо, впавые щеки. Там, да, это ужасно. Ну, для обычного человека выглядит. Ну там нету таких огромных ушей. Ну вы, ну нет этого на самом деле. Это так настолько мизерно, что визуально этого нет. А вот действие гормона негативное от больших дозировок в плане ухудшения перестатики кишечника, да, это вот животы, это вот от того, что там ведра еды, которые очень медленно начинают проходить от больших дозировок гормона. Здесь нужно обязательно подключать инсулин. Здесь нужно, вам короче это не надо. Все. Вот пятерка это крыша вообще. Это прям, вот девочкам две единички, две там, три это самолюты. Вышечная масса это еда и тренировки. А это все катализатор. Да. Это все катализатор. С гормоном просто все быстрее, веселее. И сушиться, и набирать, и все, вообще все процессы. Это как-то такой, ну, если вот не вдаваться глубоко, вот Алексей, наверное, может рассказать сейчас, вот такой вот список там научной литературы, там, что там происходит. Но вам это не надо. Вам просто нужно знать, что это как бы катализатор. Кому интересно, в сайт Медюнивер, там все написано. Знаете, стандартный курс гормона роста, вот прям вот, ну, классика, это от трех месяцев, да. То есть месяц, два, это, но в целях даже профилактики травм, каких-то микротравм. Да, мы не говорим сейчас о травмах. Если вы что-то себе оторвали, сломали, и у вас уже боль, нужно идти к врачу, смотреть, снимать воспаление и прочие вещи. Мы говорим о профилактике гормонам роста. Какие-то небольшие там воздействия он оказывает, да, чтобы вы не навредили себе больше. В плане жиросжигания, да, все эти процессы в месяц они не укладываются. Это где-то вот поэтому отсюда вышло, что курс, условно, курс гормона роста на три месяца. Вообще, если все отлично, если ты мониторишь анализы, как говорится, топи на все бабки. Но в разумных дозировках имеется в виду. Имеется в виду, можно и больше, да. По антителам тут тоже вопрос очень индивидуальный. Я сидел, допустим, на гармонии, да, там, год, например, да, как только с Русланом начали общаться, у меня стал безлимитный гармон, да, поэтому... Но я себя довел не до самых... Ой, почему 20 единиц забыл, а когда тебе... Вот это была ошибка, больше не значит хорошо. Я вам так скажу, несколько раз еще вот 11, 12, 13 год, когда к нам часто приезжал Дорин Яц, задавали ему вопрос, они использовали до 10 единиц. Профессионалы, вот, Дорин Яц и его эра, там гармон, ну, как бы в таких инсайдерской информации закрытой, да, все интересно же спрашивали, тем более это сейчас уже более доступно, потому что у нас уже есть люди, которые в Куэйт там собрались, пообщались с Денисом Вульфом, пообщаются уже с Денисом Джеймсом, да, то есть появляется куча информации, вот. Вот, и вот от Дорина была такая информация, что я говорю, можно не делать перерыв. А детела можно проверить, при желании. Да, то есть можно все проверять на уровне анализов, да, можно не прекращать, не обязательно делать, допустим, перерыв какой-то, да, вот, все очень дуально, зависит от цели. Если цель не достигнута через 3 месяца, но по анализам у тебя все нормально, ты спокойно двигайся дальше, да. Чистота, чем сопутствующих белков меньше, больше чистота продукта, тем меньше будет у тебя. Выработка своего гормона не сокрушит. У вас закончилось 18 лет, может, раньше, но у всех, так что, там, там как бы все у нас такие вот, у меня натуральные, я сдаю, да, когда я чистый, проверить, да, чтобы рост сравнить, да, уровень СТГ. 0.02 нанограмма, мой естественный уровень СТГ в крови. 112 у меня естественный уровень ИПФР. За неделю применение самотекста 6 единиц уровень ИПФР вырос до 364. Просто, ну, тестировать надо ежедневно по партии постоянно, мы делаем на себе, не только хроматография проверяется, да, потому что нужно понимать, что фармафинетика разная, разные ощущения, нужно понимать, количество консервантов добавлено, то есть там, чтобы не было покраснений, ну, много моментов, да, чистота также. Вот, то есть от чистоты будет зависеть тоже и от тела. Но однозначно перерывы лучше делать. Это и белковое вещество, и во всем, как бы, ну, нужно разумный подход. Еще немаловажно, если вы уже все-таки нашли деньги на гормон, это немаленькие деньги, найдите еще несколько там соток, купите глюкометр и контролируйте сахар. Это процесс такой очень простой, вот, недорогой. Контролируйте сахар, потому что если вы, ну, там, ставите 2-3 единицы, да, ну, как бы это нормально, пятерка уже желательно посматривать иногда, потому что может меняться самочувствие, да, от повышенного сахара самочувствие меняется. Бывают разные моменты, да, бывают разные, как бы у вас сашоры или какие-то, наоборот, время длительного голодания, когда у вас сахар сам и так туда-сюда скачет, плюс гормоном, если вы еще добавляетесь, контролируйте сахар, вот, это тоже немаловажно. Леша попрошу тоже нам про его мнение по пептидам, по сарам и немножко по гормонам, потому что, ну, ребята, в случае, они же очень-очень крепкие, и знают, что интересно. Ну, разговаривать можно вообще очень долго по этой тематике, поэтому, ну, пару слов о пептидах, это все экспериментально. Было это еще с 70-79 года, когда это экспериментилось на животных, все это проверилось, и потом просто-напросто решил, китай, выразить этот свет и посмотреть, как это будет действовать на людях. Это просто экспериментальный проект, который сейчас дает плоды у людей в виде побочных результатов, вообще каких-либо результатов. Это медицина будущего, к сожалению, удалительные пептиды попробованы на животных и вот экспериментально на людях, в основном на спортсменах. Это будущая медицина, потому что это биосимиляры, копии нашего организма. То есть, скажем так, если мы все принимаем, да, у кого-то головка болит, принимаем аспирин. Отстил салисовым кислотом в крови у нас нет. И у нас и совсем другие реактивы, которые делают более ликвидную кровь. Поэтому пептиды – это все-таки будущее, но оно придет чуть-чуть позже. У меня гормон дроссер 5,4, свой собственный. Это выше референдов. Это допускается с помощью глюксистем. И опять же, где низкого сахара в крови, Ваня про это сказал, нужно контролировать сахар в крови. На дочек у меня с утра всегда 3,9-3,8 сахара, 5,4-5,6 граммов роста. Он корректируется. ММЕ имеет анонограмму? ММЕ. Все, ЮМЕ. А, нет, анонограмму. Да. Ну, потому что ты здоровый, поэтому вы занимаетесь. Вот это пьет. Попробовал. Гармон роста и вообще, как его применять, более правильно и логично. Он работает очень хорошо на людях с низким процентом жира. Вот чем ниже процент жира и чем ниже ваш сахар в крови, тем сильнее он выстреливает. Причем прямо геометрически. Скажем так, если мы берем очень большого толстичка, тучного человека и начинаем уставить гормоны, особенно в такую жировую клетчатку, но он может добавить в отеках. Будет продвижность топора. А вот, это контринсулярные гормоны, поэтому у людей с дутком жировой ткани, чаще всего, и сахарочек бывает кверху. Поэтому инсулин корректируется там в районе двадцяточки, бывает за выше нормы, поэтому, если я говорю, работает очень плохо. Чем мы становимся сушим, чем меньше процент жира, гормон роста и работает так активно, что, собственно, его можно свести на рент. Почему профессионалы делают, когда начинают готовиться к соревнованиям, они действительно используют не больше десяточки. Не больше десяточки, и к моменту стартов они убирают вообще полностью, потому что у них симуляция. Слушай, ну, они вообще все препараты убирают там за неделю до старта. У многих такая практика есть. Вот. По поводу гормон роста, продвения жизни, как угли на мышечные ткани. Дело в том, что анаболически он не воздействует никаким образом, но он делит клетки сателлиты. То есть, скажем так, все знают мышечную память. Мы качались, качались, стали большими, потом забросили хренам это и перестали. А потом решили опять через год, через два набрать мышечное масло. Она растет очень быстро. Растет молниеносно, да, даже если мы натурально тренируемся, можем набрать пятерочку, шестерочку, так это все зависит от ядер в наших мускулатурах. То есть, которые держаются большими ядрами, а это значит, что тесторон и напрямую уровень тесторона и отлета мышц совершенно не зависит. Все зависит от сателлитных клеток. Вот как раз таки гормоны роста вам позволяют дерить эти сателлитные клетки. И ваши мышцы, мало того, что в дальнейшем потом не потеряют быстрыми фибрилами, они просто их будут держать. Так я еще забросив качалку, начну дотренироваться, потом они еще ужасно построили. Вот это основная функция гормона роста на ткани. Ткани на биомощи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok